В России созданы вакцины против смертельно опасной лихорадки Эбола, более эффективной, чем зарубежные препараты. Об этом сегодня объявил Владимир Путин на встрече с членами Кабинета министров. Речь шла о решении проблем в социальной сфере, а также об общей ситуации в отечественной экономике. Подробности в репортаже Михаила Кинченко. Ситуация на мировых финансовых и сырьевых рынках вот уже второй год испытывает на прочность российскую экономику. Курецкое падение цен на нефть, с которого начался этот год, и очередные колебания валютных курсов должны оставаться под пристальным вниманием российского правительства, отметил глава государства на первой в этом году встрече с Кабинетом министров. По словам президента, сегодня необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации. До сих пор нам удавалось, несмотря на все колебания на внешних рынках, вести себя в высшей степени взвешенно, профессионально. Об этом, кстати, говорит и меньший дефицит бюджета, меньший, чем тот, на который мы рассчитывали, где-то 2,6% получается по прошлому году. Это хороший в целом макроэкономический показатель, имея в виду, что нам удается сбалансировать наши финансы, бюджет удается сбалансировать. Мы предусмотрели с вами те варианты развития, с которыми столкнулись в прошлом году. Вот так же взвешенно, так же профессионально и своевременно нужно реагировать и на те проблемы, которые возникают в мировой и в нашей экономике в этом году, в начале этого года. Развитие среднего и малого предпринимательства – это возможность помочь российской экономике стать более устойчивой, но для эффективного развития бизнесу необходимо как можно больше свободы, в том числе и от избыточного административного контроля. С 1 января в России вступил в действие трехлетний мораторий на проверки предпринимателей, которые в предыдущие три года не допускали серьезных экономических нарушений. Исключение только для особо опасных производств, а также для детских, образовательных и оздоровительных учреждений. Благодаря специально разработанной государственной программе на сегодняшний день в большинстве регионов страны удалось избавиться от огромных очередей в детские сады. Если еще три года назад в них числились больше полумиллиона российских дошкольников, то теперь об этой проблеме во многих городах родители забыли. Впрочем, за некоторыми исключениями. Фактически только в шести регионах доступность дошкольного образования для детей от рода семи лет меньше, чем 95%. Я их перечислю. Это Забайкальский край, Республики Тыва, Ингушетия, Дагестан, Республика Крым и город Севастополь. Здесь есть и объективные, и субъективные причины. Объективные причины понятны. Крым и Севастополь подключились к реализации этой программы с годичным запозданием. На Северном Кавказе, прежде всего, в Ингушетии, Дагестане действительно была очень тяжелая начальная ситуация. Например, в Ингушетии всего 20% была доступность дошкольного образования в начале 2013 года. Там эта задача поэтапно будет решаться и дальше. Там немного осталось. Насколько я себе представляю, самый большой разрыв между тем, что нужно сделать и тем, что есть, в Ингушетии, там где-то 40% пока только. Но это можно сделать, практика показывает, что мы добиваемся результата, когда сосредоточиваем на этом свое внимание. И нужно здесь тоже довести до конца. Социальные расходы, несмотря на необходимость бюджетной экономии, сокращать не планируются. В условиях колебаний валютных курсов особое внимание к доступности лекарств. Перечень жизненно важных препаратов, то есть тех, цены на которые контролирует государство, в этом году будет увеличен. Распоряжением правительства утвержден новый перечень. Основной его целью, как известно, является государственное регулирование цен на самое значимое для наших граждан лекарство. И этот механизм оказался очень эффективным в 2015 году, когда наблюдались колебания валютного курса. Мы удержали стабильными цены на препараты из этого перечня. Динамика цен была ниже в разы, чем, соответственно, в рыночном сегменте. Препараты, сейчас этот перечень включает 646 препаратов. Это более 23,5 тысяч лекарственных форм. Сколько там в этом перечне теперь в процентном отношении? Процентов 70 отечественных производств? 81,5% отечественных препаратов. Из них 67% либо полный цикл, либо обработка субстанции. То есть тоже, в общем, это достаточно глубокая степень локализации. Обновление перечня является стимулом для импортозамещения. В связи с тем, что важными критериями включения в этот перечень является сам факт локализации и глубина локализации. В планах правительства в ближайшие годы добиться, чтобы на отечественных предприятиях производились все необходимые лекарства. Тем более, что возможности есть. И отечественные фармацевты совсем недавно это в очередной раз доказали. Владимир Путин поздравил их с завершением разработки двух новейших вакцин для борьбы с лихорадкой Эбола. Одна вакцина предназначена для здоровых людей и гарантирует стопроцентную защиту от болезней в будущем. Другая специально для людей, страдающих от нарушений иммунной системы. Ее эффективность также в несколько раз выше, чем у самых известных зарубежных аналогов. Я, разумеется, хочу поблагодарить всех, кто над этим работал. И хочу поздравить. Это действительно большой успех, большой шаг вперед по борьбе с инфекционными заболеваниями. В том числе с таким страшным заболеванием, как лихорадка Эбола. 11 тысяч, по-моему, человек погибли в прошлом году от этой болезни. Так что хочу поздравить наших ученых, всех специалистов, которые работали по этому направлению. На встрече говорили и о первых результатах создания новой отечественной системы профессиональных квалификаций. В России до сих пор действуют профессиональные стандарты, разработанные еще во времена Советского Союза. Многие российские вузы до сих пор готовят специалистов, руководствуясь этими устаревшими требованиями. И неудивительно, что уровень подготовки выпускников не устраивает работодателей. При их непосредственном участии уже разработаны стандарты для более чем 800 профессий. Еще столько же впереди. Кроме того, в планах создать и так называемый справочник перспективных профессий, открыв который любой абитуриент сможет понять, какие у него шансы найти через несколько лет работу по выбранной специальности. Михаил Акинченко, Роман Михаленко, Антон Чуковский, Первый канал.